Доброго времени суток, дорогие мои! Ну вот, как бы, финальная программа сезона. Если говорить по-телевизионному, в следующий раз мы встретимся уже осенью, с Божьей помощью. Ну и по традиции, финальный выпуск, невзирая ни на какие новости, которые были за эту неделю в мире и в нашей стране, а новостей было масса, мы по традиции завершаем этот цикл, блок, так называемых наших встреч, ответами на комментарии. И поэтому я не буду размазывать белую кашу по чистому столу, как говорил Бабель, вернее, как писал. И сразу перейду к комментариям. Ну, к самым интересным. Еще раз, кстати, хочу сказать, что я безумно благодарен за все добрые слова, которые вы адресуете мне, моей супруге, Маргарите, и вообще же пожелания. Но еще раз я вас прошу, по возможности, задавайте вопросы, поднимайте какие-то темы, потому что мне очень интересно именно это. Даже когда это спорно. Или вам кажется, что это опасно. Задавайте вопросы. Да, Макс спрашивает. Наболевший вопрос про красные линии. Ракеты летят на территорию России, падают вблизи атомных станций. Турция освобождает руководителя Азова. Что нам ждать дальше? Значит, попунктно. Красные линии. Когда-то давным-давно было сказано Путином, Владимир Владимирович, про красные линии. Даже было сказано не про красные линии, а про то, что мы будем воспринимать каждый раз по-разному. И один раз это было сказано. Он, кстати, не расшифровал, что такое красные линии. Но зато их начали расшифровывать мои коллеги-эксперты, неэксперты, головы телевизионные, комментаторы. И началась вот эта песня. Да что ж происходит? Да как же происходит? Да что же происходит? Тут убили, там убили. А тут нет ответа. Во-первых, мы с вами нихрена не знаем. И хорошо, что не знаем. Это во-первых. Во-вторых, отвечать террористам террористическими методами неправильно. Мне кажется, отвечать так, как отвечаем мы, например, создав линию обороны, непроходимую, слава богу, ведя контрнаступление в районе Кремяной, Сватова, наверху, там, на севере, на северной части фронта. Это лучше. Выбивать их офицеров, уничтожать их боеспособные части. Почему сейчас идут мясные штурмы? Не знаете? Я вам скажу. Потому что та подготовленная армия, нельзя подготовить армию за пять недель, за шесть недель, как это их готовят, типа, в Англии. Та, которую можно было подготовить, она уже перемолота. А вот мы спокойно готовили. И будем еще готовить. И дай бог, Степной фронт, ну, по подобию Степного фронта. Помните Курская дуга? Резервный фронт. И он будет тоже у нас готов. Именно тогда, когда эти измочалятся. Война, дело серьезное. Дело серьезное. По поводу ракет, которые летят на территории России, падают вблизи атомных станций. вы на самом деле считаете, что их ракет падает на наши рядом с атомными станциями больше, чем наших, летят и падают у них? Вы не знаете, почему французские скальпы, ну, вот эти дальние ракеты дальнего радиуса действия дали? А потому, что мы в Николаево взорвали весь запас их Storm Shadow. Ну, так вот получилось. Ну, 95% кажется, мы там вынесли. Точным ракетным ударом. Турция освобождает руководителя Азова. Да, они их уже освободили тогда, когда перевезли в Турцию. Это была сделка. Две с лишним тысячи человек, я вам просто напомню, перестали сопротивляться и вышли с поднятыми руками, если верить Саше Сладкову, у меня нет никаких причин ему не верить, приняли их капитуляцию и сдачу в плен порядка 180 человек наших бойцов. Это правда. Как вы думаете? Ну, давайте трезво подумаем. Это о чем говорит? О том, что тогда была заключена сделка. Две с лишним тысячи человек с РСЗО и танками еще могли сопротивляться и уносить огромное количество наших жизней. Но они положили оружие, сдались, и это получился большой обменный фонд. И я вам напомню, я вам напомню, что за их обмен к нам вернулись наши ребята. Или это тоже не в счет? Это не в счет? Все говорят, Медведчука поменяли. Да хрен с ним, с Медведчуком-то. Медведчук один. А сколько ребят приехало, вернулось из плена. Я очень не люблю, когда диванные эксперты, я тоже знаю диванные эксперты, но я по крайней мере осторожно отношусь к суждению. Когда сидят, не знающие ни как пахнет порох, ни как ты обсираешься под ракетными или снарядными артиллерийскими ударами в окопе. Вы знаете, у меня в жизни был этот опыт давно, лет 30 назад. Как это страшно. Когда погибают рядом твои друзья, ничего не знаешь про это, что такое попасть в плен, то сидят где-нибудь в Вологде, Архангельске, Мурманске, нихера не на передовой и рассказывают про раненое самолюбие россиянина. Вы про ребят этих подумайте, которые вернулись домой. И будет вам счастье. А свой ура-патриотизм вот такой, засуньте-ка себе в жопу. Говорю с коммунистической, большевистской прямотой. Надоело потому что. Когда я это слышу от ребят на передовой, мы можем с ними спорить, мы можем обсуждать. Но когда я это слышу от людей, которые ни хера, тяжелее хера ничего не поднимали, ну я так думаю, потому что ни один человек, который отвечает за свою жизнь и за жизнь окружающих, хотя бы семьи, такую херню не напишет. Извините, Макс. Извините. Но так нельзя. И ко всем остальным тоже обращаюсь по этому поводу. Илья пишет. Я тут узнал новость о том, что Путин встречался с ЧВК Вагнер 29 июня и предложил дальнейшим трудоустройство. Действительно так? Мне кажется странно все это. Действительно ли это так? Ну меня я не был приглашен. И оно понятно. Я никогда не служил в ЧВК Вагнер. Но и не верить Дмитрию Сергеевичу Пескову у нас никаких причин нет. Встречались вероятно. А почему не встречаться? Там командный состав. Люди, прошедшие огонь, воду, все что угодно. Там с медными трубами немножко не сложилось. А так герои. Много очень героев России. Заслуженных героев. Почему нет? Надо встречаться, надо обсуждать, надо говорить, надо высказывать свою точку зрения, мнение свое. То, что и сделал Владимир Владимирович Путин. Но так как никто из нас, я так понимаю, не задающий вопрос Илья, не я там не присутствовал. Мне не кажется это странным, коротко отвечу, не кажется странным, потому что каждый герой, даже запутавшийся, каждый боец, доказавший, что он боец, а не диванный критик, он всегда на пересчет. Везде. Везде. Во всех странах мира. И если люди не перешли какую-то черту, а кто там расследование расскажет, кто там сбивал наши вертолеты и самолет, это расследование расскажет. Почему-то я уверен, что офицерский состав, который является костяком совета офицеров ЧВК Вагнера, не мог давать команды на сбитие. Не мог. Может быть, я слишком верю в человеческий разум. Не знаю. Вот. А почему они встречаться? Это наши граждане, насколько я понимаю. Их пока никто не лишал гражданства. А расследование расследованием. Как получилось? Что получилось? Почему так получилось? И что за гуляй поле? Дальше. СМЕРШ пишет. Сильное название. Славьева досмотрелись, Владимир Рудольфович. Хотелось услышать ваше мнение о 10 баллах максимум, которые обещают для участников СВО при поступлении в ВУЗы нужно 350, а предлагают дальше 10. Да, это издевательство над участником боевого... Это не издевательство, это хуже. Это дискредитация идеи, это унижение. Издевательство это так, сарказм. А здесь то ли тупость человеческая, глупость несусветная, то ли еще хуже, саботаж. Типа, мы же сделали, а вот оно вот так, а вот вы издевательство, как вы пишете. Много еще дерьма у нас по кабинетам сидит, очень много. Огромное количество людей, которые не определились, не поняли, а может и не умеют. допускаю, не умеют, может быть. Сложно это дело, как выяснилось, для некоторых родину любить. Родину по-разному можно и нужно любить. Например, когда ты ветераном, побывавшим под бомбежкой, освобождавшим наши населенные пункты и города, деревни, села, даешь 10 баллов, ты, думаю, родину не любишь. И никакие доводы, никакие казуистические, юридические тонкости не катят тут. Всегда можно жопу прикрыть, разной ерундой. Ну, так значит, поменяйте что-то там у себя, сука, в консерватории и предложите не 10, не 50, не 100, а предложите им просто место, если человек, отдавший долг, в отличие от вас, от профессоров и доцентов, не всех, но, вероятно, тех, кто это придумал, министров или замминистров, отдал долг, пусть попробует учиться, если он хочет учиться, получится, дайте этот год испытательный, так дальше уже и поехало. Что за баллы, что за соревнования, почему он должен соревноваться, в то время, как его сверстники пили энергетики на Малой Бронной или в центре Йобурга, или где-нибудь в Волгограде на тусовках, танцевали на дискотеках в Мурманске, в Благовещенске, а он умирал где-то под Сватово, Кремяной и Орехово, он должен, сука, соревноваться. Нет, ребят, он не должен соревноваться, он должен иметь место за ту кровь и за тот риск, который он имел, в отличие от своих сверстников. Я, надеюсь, достаточно подробно ответил на этот вопрос. Александр спрашивает, «Добрый день, Тигран Эдмонович, что ожидает нас после тяжелой войны с Западом, что идет сейчас? Будет ли спецоперация в Прибалтике или в Казахстане? Очень хотелось бы узнать ваше мнение». То есть, вы думаете, после тяжелой войны с Западом, которую они ведут руками украинцев, вот еще розочка на торте, вам нужна или Прибалтика или Казахстан, правда? Значит, думается мне, мое мнение субъективное, думается мне, что очень многое зависит от того, как закончится и как будет идти эта война на Украине, насколько хватит нас, насколько хватит Запад. И какие будут итоги? вопрос Прибалтики и Казахстана решится по умолчанию, это как фигура речи, то есть, ближнее зарубежье, назовем так. Оно решится тушкой или чучелом именно в результате этой операции. Все очень быстро поймут, что можно, чего нельзя в зависимости от результата. Я стопроцентно верю, что с Божьей помощью победа будет на нашей стороне и разговаривать со всеми метущимися душами и лидерами разных стран и государства будет намного легче. А вот то, что будет потом, многие говорят о Польше. Нет, Прибалтика что-то такое. Что такое Прибалтика? Кто они? Что, где? Дайте лупу. Какая Прибалтика? Их всех на круг, кажется, миллиона полтора или два. Всех трех. Три государства мощные. Оно при желании псковской дивизии хватит. И речь идет не об этом. Говорят Польша, но мне кажется, для Польши достаточно будет пару прилетов Калибров и Искандеров, чтобы они поняли, что никто за них не заступится в НАТО. И это их личное половое дело, вот как разбираться с соседом, с русским. Безусловно, граница Российской Федерации, мне видится, граничащая с Польшей. Мы, конечно же, приблизимся к НАТО, или НАТО приблизиться к России. Ну, это, конечно, как вот по итогам операции. Вот, где я вижу реально конфликтную зону, и не потому, что вот последние события, это, ну, вот, ничего не могу с собой сделать. Мне кажется, проблемная зона будет Турция. Потому что влияние Турции на подбрюши России, Сокавказья, Центральную Азию, очень сильно. И неверность, и неспокойствие, и такая ветренность, я бы так сказал, неподобающая возрасту Эрджепа, Таипа, Эрдогана в отношениях с нами, в частности, меня подталкивает к мысли, что рано или поздно история со штурмовиком в 15-м году будет иметь продолжение. Вот почему, не знаю. Причин вроде сейчас вот огромное количество товарооборотов у нас, этого, третьего, четвертого, пятого, атомная АЭС, атомная станция. Но почему-то у меня есть такое ощущение. Но именно в силу того, что очень неверный и сложный партнер международный. Тигран Эдмундович Ансар пишет. Что, по вашему мнению, должно произойти, чтобы западные политики поняли, что с Россией нужно дружить? А зачем с нами дружить? Не надо с нами дружить. Нас надо бояться или, в мягком варианте, опасаться и торговать с нами. Все. Нам больше не надо. Зачем? Не надо. Хватит желать и делать все, чтобы понравиться тем, кто вас не любит и не полюбит никогда. Не надо. Зачем? Как выяснилось со времен императоров и царей, Запад понимает только одну вещь. Страх. Ну так надо в полной мере использовать этот инструмент. Для этого надо развиваться, для этого надо развивать промышленность, ППК, иметь стойкую волю, долгую перспективу и все будет хорошо. И будет торговля, будут связи, но на фоне страха. Вот как боятся Америку, вот так и нас должны бояться. А то они 30 лет мышцы-то в амбаре разгулялись, разгулялись мыши. Вот. А дружить не надо. У нас есть с кем подружить. Дружить равноправно, честно. Западом честно не получится. К сожалению. Для них. Женька Мунис, ну так, ник такой. Уважаемый Тигран, столкнулся с такой проблемой. Видео на одном канале, как записывают добровольцев на Западе. Москва, Питер, это, для них Запад, для Женьки. Что это легко и просто сейчас делать? Ну почему-то в Хабаровске это сделать практически невозможно. В военкоматах берут только на контракт слово доброволец для них смешное. Информацию не дают, куда пойти, не говорят. А если проблемы с военником, а с военным билетом, да, вероятно, то вообще-то, вот, вообще проще пешком до Украины дойти и там попроситься. Как же так? В 1941-м проще было, пришел, тебя записали на вокзал, может, я чего-то не понимаю, но, во-первых, я завидую вашей памяти, вы помните, как было в 1941-м, я не помню, думаю, что тоже было как-то упорядочено. В данном случае, что значит записывают, как записывают добровольцы? Добровольцы, у нас, в принципе, мобилизация была вот одна, сокращенная, ограниченная, на 300 человек, 300 тысяч с лишним. Нет, 300 тысяч с лишним, 300 тысяч. Вот, добровольцы, когда подписывают, они, у нас добровольцы, мобилизованные, и вообще участники боевых действий, они в любом случае на контракте, потому что им платят деньги государства, подъемные, и так далее, и тому подобное. Добровольцем ты пришел, назвался, инопланетянином, или еще кем-то, ты должен подписать бумаги, ты должен, ты должен себя поставить в законное поле, чтобы не было бы как с Вагнером. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что в 41-м году, если мне память не изменяет, я читал просто про это, я не помню, как было, вот, это была мобилизация, на фоне мобилизации, всеобщей, на фоне мобилизации приходили добровольцы, добровольцы обычно приходили, те, которые выпадали по квоте, знаете, ну просто, они были под бронью, или же дети, которые говорили, что им на 3, на 2, на 1, на 4 года больше, чем в реальности. Вот кто был добровольцем. Потому что тогда, в 41-м, была объявлена всеобщая мобилизация, если мне память не изменяет. А Хабаровск, это очень странно, что в Хабаровске это сделать невозможно, я лично нет, но я знаю губернатора, достаточно деятельный человек, достаточно конкретный, и очень много делает для СВО, и для передовой, и для батальонов, которые сформированы, в Хабаровском же крае. Нет, не цепляйтесь до формулировки. Это я вам могу посоветовать, не цепляйтесь до формулировки. Если кто-то хочет, всегда можно оказаться там, где Родина тебя ждет. Дорогие мои, наверное, на этом все. Долго я, знаете, и муторно, и, кажется, продуктивно думал, мы, наверное, поговорим в сентябре об этом. В сентябре поговорим уже с Божьей помощью. А в чем такая основополагающая проблема? Мне кажется, у меня нет ответа. То есть, мне кажется, я знаю, в чем проблема. У меня нет ответа, как это решить. Кстати, поговорим. Мне кажется, мне кажется, это лето будет во многом решающим. решающим для мира, ну, и для нас, безусловно, потому что сейчас для мира очень много завязано на нашей войне. Как она решится, куда повернет, как сильно повернет. Вот. Я обещаю, что если будет какой-то форс-мажор, мы, безусловно, выйдем вне зависимости от каникул. Какие каникулы, когда война идет? Вот. Но я по традиции хочу обратиться к ребятам на передовой, чтобы вы знали, чтобы вы помнили, что мы молимся за вас, ждем вас с победой. Мы всегда с вами. Моя цель лично за себя скажу. она заключается в очень простой вещи. И я хочу, чтобы все то, что я говорю, все то, что я делаю, мне бы позволило, когда я буду вас встречать, видеть вернувшихся, красивых, обугленных войной, обветренных, но я верю живых, чтобы я смог смотреть вам прямо в глаза. и мне не за что было бы стесняться, мучиться и чувствовать, что я в позоре. Ребят, мы с вами и вам, тем, кто не там, как и я, я желаю вот этого единства, единения, терпения, веры, оптимизма. оптимизм лучше, пессимизм, поверьте. Ну и, конечно же, желаю не переключаться, ибо некуда. РОХОРА. Продолжение следует...